Ну, если вы старше 16 лет, то, пожалуйста, слушайте нашу программу Левицкий Дмитрий, программа Рестораторы Всем привет, сегодня вторник Ну что, поехали Не так давно мы переквалифицировали сферу обслуживания в ресторанную программу И говорим исключительно о ресторанах и о рестораторах, о тех, кто нас кормит И пока я с вами здороваюсь, в моей студии чехиниться В прямом смысле этого слова Иван Шишкин, шеф-повар кафе Деликатесен Ресторана Тапа Дакамида И специального вагона-ресторана Вагончика Дары Природы Вань, привет! Здрасте! Да, доброе утро! Рад, что ты сегодня с нами Я знаю, что многие москвичи знают проекты, да, и Деликатесен, и Тапу И многие вагончик стал хитом этого летне-осеннего переходного периода Побывал во всех там сводках новостей Поговорим обязательно про вагончик Дорогие наши радиослушатели У нас есть телефон, по которому вы можете звонить Давайте я вам сейчас его скажу 495, код города 651099,6 Пожалуйста, если вам есть что сказать Или что спросить у Ивана Пожалуйста, давайте звоните У нас есть сайт finam.fm Форум нашей программы Рестораторы, пожалуйста, можете сообщение оставлять там И есть смс номер 5533 Начиная с буквы Я Сообщение, потом пробел, потом все, что вы хотите сказать Вань, ну и у нас уже такая мини-традиция сложилась Мы спрашиваем у людей, как они пришли вообще в ресторанную сферу Кого здесь только не было уже в студии Исключительно мизерный процесс людей, которые хотели стать рестораторами Учились на рестораторов и стали рестораторами Я так понимаю, что ты, как говоришь, авантюрист Самозванец Самозванец, так Ну давай, вот как твоя жизнь, как ты вообще стал вообще на кухне Как это все вообще У меня был перерыв В карьере Я, в общем, почти ничего не делал Так писал по чуть-чуть, снимал по чуть-чуть А что ты по образованию? Я по образованию химик Но это в далеком прошлом Пиротехника, помимо всего прочего Да, очень любил пиротехнику Даже чуть-чуть преподавал там какой-то курс для детей Но это было очень, опять же, давно А потом так вот прошли какие-то разные ступени Поменял на десятый профессий Но в итоге я был журналист Чуть-чуть писал, чуть-чуть снимал И, в общем, получал большое удовольствие По поводу чего писал, снимал? Да, в общем-то, почти про все Писал больше про машинки Так получилось, что моя предыдущая работа была связана с машинками И писал больше про машинки Я снимал все подряд В общем, довольно много раз Но это было очень зажигательно Но в какой-то момент я заскучал Плюс это еще был кризис И что-то у меня там 3 месяца высидели без работы И, в общем, я в итоге начал печь хлеб дома С голодухи Ну, по сути, от нечего делать А потом еще товарищ мне говорит Давай, типа, людей кормить Мы же умеем, люди кормить Давай кормить Начали собирать обеды какие-то Человек по 20 Кормить тематическими обедами людей То есть, такую шапку по кругу Это происходило на кухне каких-то ресторанов? На кухне друзей Один раз произведение на кухне недостроенного кафе Такую подпольную вечеринку Сделать только на 40 И французов кормили их малайской кухней В общем, были разные какие-то приключения И это в итоге В какой-то момент не убедил меня Что, ну, в этом, кормить людей можно Да, то есть, это получается Слушай, подожди, а почему ты вообще У тебя с детства было увлечение Ты всегда любил готовить? Ну, я готовил дома Мне нравилось готовить дома Я сейчас не готовлю дома А раньше мне очень нравилось готовить дома Ага Вот, ну, а потом я начал печь хлеб Потом прихожу в Тапово Ребята сидят, друзья мои Нынешние мои партнеры И говорю Ребятки, хлеб Вот пеку хлеб Они какие-то класс Ну Я говорю, дайте я сейчас вам хлеба спеку сейчас Раз, испек, два А ты с ними до этого был знакомый? Мы знакомы-то еще лет Слава Иланкина Да, вот еще там с конца 90-х Еще с времен Панчевилья Много было пьянства Веселья Мы не можем говорить про пьянство Нет, нет, нет Окей, было много веселья Я понял Ну и как бы хлеб Испек раз, два И что-то я им, видимо, им серьезно очень Видимо, как-то, видимо, плеш проел Своими рассказами про то, что я готовлю И что-то еще Они говорят, ну, давай, может, попробуем Они тоже аферисты Ну и в итоге что-то попробовали И начало получаться Я до сих пор ни секунды не пожалел Это страшно азартно Вот, это безумно приятно Кормить людей Это фантастическое удовольствие То есть ты в итоге стал шефом Тап-то комитет? Нет, мы в итоге открыли деликатесы То есть Тап-то ты не стал шефом? Тап-то я потом присоединился Я Тап-то ходил в страну Живу, она больно большая Там много людей И много мест И как-то все такое индустриальное Я, честно говоря, учился-то, наверное Ну, почти год Я учился по тому, как Вообще на кухне на этой персональной себе вести То есть я играл Баловался Вокруг у меня были достаточно персональные люди Которые мне помогали И там щелкали меня по носу Куда я там Мне заносила А потом у меня появился Совершенно фантастический коллега Который сейчас работает Шефом в Дели Который просто Ну не то, что меня щелкал А прям дубиной бил Вот И в общем не стесняется На меня орать Как бы и ругать меня страшно И это дико приятно Потому что он Он здравый смысл А я, опять же, самозванец Но это, тем не менее Тем не менее Наш такой вот Очень продуктивный Слушай-ка Ну а вот как тебя вообще люди-то воспринимали? Ну сотрудники в первую очередь Да? Вот пришел Сотрудники меня воспринимали нормально И спел хлеб и стал шеф-поваром Сотрудники меня воспринимали нормально Потому что я Ну, видимо Там за какие-то годы административной работы Я научился Ну, как бы Производить впечатление Понятно То есть какие-то такие Поведенческие шаблоны Выучил Которые обеспечивают тебе безопасность От сотрудников Да, я не стесняюсь того Что я что-то не знаю Я сразу говорю Ребята, я знаю, что я хочу А вы, как профессионал Должны объяснить мне, как это сделать И мы это сделаем вместе И я научусь И в следующий раз Я его поверить Мне сделают лучше вас И так и происходит Я тебя понял Так, то есть сколько ты в итоге Прошеф-поварил? С 10 марта 2000 Ой, с 1 марта 2010 года 1 марта 2010 года Да, до того был еще один маленький опыт Там трехмесячный буквально Пока открывался Барнур Я там помогал Помогал им тоже на кухне Это был совсем очень экстремальный опыт Что там кухни по сути не было Там реально готовили Там на электрической плиточке Ну, вот так Я тебя понял Слушай-ка, ну, а ты так и не собрался Получать образование, да, в этой отрасли? У меня был кризис Кризис такой Я прям серьезно заволновался Думал, надо что-то делать Потому что я очень многого не знаю И я начал искать школы Начал искать какие-то институты Где можно получить какие-то там Либо специальные навыки Либо общие навыки В итоге я после долгих размышлений И советов с товарищами Здравого смысла которых доверяю Я пришел к выводу Что это все штуки Необходимы не столько для профессии Сколько для уверенности в себе Вот Которые вообще в целом У меня не занимать И я в итоге В итоге Поразмыслив трезво Я понял, что, наверное Я отложу этот момент Учебы До того, как я пойму Что мне нужны какие-то Очень специальные навыки Вот, например, я хочу поехать в ноябре В конце ноября поехать И получить сертификат Мастер-бучер А что это такое? Ну, грубо говоря, диплом мясника Это довольно специфический Это американский сертификат Который мне позволит открывать Мясной магазин в Америке Я не то, чтобы собираюсь это делать Но я хочу быть Вот как раз здесь я хочу быть уверен Я хорошо умею разделать свинку Нормально могу разделаться с барашком Но вот коровку я еще пока не очень хорошо могу Не ясно, кто кого Да, там есть нюансы Она там большая очень Вот А если их двое-трое, то не спрашивайте Третьего я не могу Третьего мне Поэтому вот Тут как бы специальный навык Его надо приобретать Потому что в России нет мясной школы хорошей Нету, да? Ну, знаете, называется Рязанский разруб Вот то, что нас подают на рынке Вот эти куски И чем плохо наш Рязанский разруб? Ну, потому что там мясо Пригодно только на переработку То есть оно так, что За небольшим исключением Можно только провернуть в фарш Или потушить Вот То есть лежат огромные оковалки Которые, ну, в самом деле Они разделены так Что их на что-то приличное Ну, это просто там уже самое Галейно, чем фигула Ну, в общем, это больная тема Я сейчас очень сильно По мясу страдаю Вот Эта тема, да Она актуальна, она нужная И я считаю, что Я имею моральное право На то, чтобы сейчас чуть-чуть Подучившись, да Уже начать как-то Толкать эту тему Более широко в массы Я очень много Как бы передумал Много Так скажем Выстрадал даже Знаешь, вот для меня Честно, ты скажу Странная история Вот у меня не первый раз В студии люди, которые Занимаются поварской профессией Шеф-повара, да Денис Крупенев был не так давно Который ведет школу Рагу Который тоже, в общем, где не учился Еще раз я делаю Это мою честь Ну, как-то странно С одной стороны, мы все говорим У нас в стране не хватает образования Нам надо учиться, учиться, учиться С другой стороны Порой разговаривают даже с лидерами индустрии Которые говорят Да что учиться там По большому счету Самообразование все равно важнее Мы пожинаем плоды советской системы образования На самом деле Точнее, даже советской системы профориентации Профессия повара никогда не была Там, интересной, любопытной Всегда, в общем-то Это было либо Ну, в советское время Либо это был Я не хочу никого обидеть, да Либо путь для воровства Либо это был путь для выживания То есть, поэтому Это была всегда Неблагодарная, малооплачиваемая Совершенно непочетная работа Сейчас Я, смею, надеюсь Благодаря таким людям Как Денис Крупеня В том числе Прекрасному Совершенному повару Красавцу Легкому, образованному Ну, абсолютно Такому приятному человеку Тут мне это Ну да Понимаете, да То есть Эта профессия приобретает Какой-то, ну, блеск Ну, слава богу Слава богу И сейчас сюда приходят Молодые ребята И у меня сейчас вот Работают три ученика Которые Ну, просто у меня Мурашки ползут от счастья Когда я думаю Какие они хорошие То есть Это люди, которые достигли Определенных высот В своей профессии Там, один журналист Другой переводчик Третий финансист Да И они бросили свою работу И пошли Пошли обучиться на баров Это значит, что Появляется какая-то Ну, понимаете Имиж профессии Конечно, имидж профессии Меняется Благодаря Страшно приятно В том числе Ты говоришь про Дениса А я могу сказать Там и про тебя То же самое Мои продюсеры Просят сейчас объявить Что Денис Крупень Был у нас на записи Программы Ее пока еще нет Она еще не выходила И мы обязательно Значит будет Она будет, да В ближайшее время У нас в эфире Новости И потом продолжим Да Да, ресторатор На Финам ФМ Сегодня в роли Рестораторов Я Иван Шишкин Шеф-повар Кафе-деликатес Там подокамиды Я вагонщик дарю природы Привет еще раз Вань Что-то мне тебя не слышно А кого-нибудь слышно? Я сам себя Ага Вот Сам себя услышал Привет-привет Да, поехали дальше Чуть-чуть зацепили Тема обучения поваров Но это не тема Нашей программы Мы про это уже Отдельно говорили Еще будем говорить В этой студии Я больше чем уверен Прежде чем доберемся До вагончика Хотя не знаю Что было раньше Наверное органы Появились раньше В твоей жизни Да? Я с органами С самого рождения Да Вот по словам органы Дорогие друзья Вы подразумеваете Не то, что Вадим подразумевает Иван Потому что Он как вот В каком-то моменте Начал специализированно Поедать органы И вот это для меня И не только поедать Но и скармливать Как бы товарищи Искармливать людям Да Я даже Мне однажды Посчастливилось быть На целом званом ужине Состоящем практически Целиком из органов Который Иван готовил Да Слушай-ка Ну вот это Ты мне хоть объясни Почему органы-то? Ну, во-первых Это просто вкусно Во-первых Это просто красиво Органы это Непознанная планета Которую мы Обходим все стороной Потому что В общем она выглядит Довольно странно Люди этого боятся На самом деле Это же дико прикольно И страшно вкусно И Ну и Не хотел бы там Какой-то пафос подпускать Но тем не менее Это даст Ну Это честное отношение К продукту То есть вы Коровку убиваете И едите ее целиком Включая то, что у нее внутри И это все Нормально Это правильно Вот это Это Ну то есть мы говорим Там почки Печень То есть про желудок Там в нескольких Его частях И кишечник И железы Внутренней И внешней секреции И так далее Ты знаешь, когда ты говоришь Это звучит не очень аппетитно Это звучит в принципе ужасно К сожалению К сожалению К сожалению аппетитных слов Немного Для того, чтобы это обозначить То есть Ну можно говорить там Рубец Книжка Ага Деликатес Бычий Понятно Слушай А как ты к этому пришел? Почему ты пришел к органам? Это Это какое-то международное движение Это какое-то популярное направление Во-первых Это как бы я Конечно Не изобрел там колесо Это сейчас вообще Во всем мире Есть Проявляются люди Которые этим занимаются И пытаются Демаргинализовать Эту Вот эту тематику Так Плюс Замечательный повар Фергус Хендерсон Написал книжки Нос Титайлэйтинг И Не совсем Про Может быть Про траха Но про Поедание животного Целиком Это Очень сильно Вот ты мне все-таки скажи Вот это В чем в этой миссии Это поедание животного Целиком Это Это просто Гобрули гуманное отношение Уже убив кого Так съешь целиком И не выбрасывай половину Это можно все что угодно Можно Идеологических Соображений массы Это и Вот это Тесное отношение К животному Это на самом деле Экономический вопрос Это что Ну в чем мы будем выбрасывать Половину веса Да То есть Зачем Это можно съесть Это съесть вкусно И на самом деле Гораздо интереснее У меня например Довольно скучно есть стейк Что ешь и ешь Там мясо и мясо Мясо и мясо Это одно и то же А как бы все эти органы Они все разные по текстуре По По вкусу По аромату То есть они все чудные То есть это Это целая игра Огромные пространства Которые мы не ходили Пока никуда Ну плюс к тому же У меня есть Друзья в Нью-Йорке Такой Бобби Гош Журналист Журнала Тайм И он организовал В свое время Такую Неформальную Тусовку Под названием Орган Мид Сосайти И Пытается там В достаточно жестких условиях Нью-Йоркского Общепита Найти рестораны Которые хорошо Готовят По траха В основном Это какие-то Подпольные китайские лавки И Доготовят дома Я надеюсь Вот сейчас Я поеду Там 20 числа Мы вроде как Вечером запланировали Вечеринку совместно И вот И мы договорились Что мы будем вести параллельно Эту миссию Да Он будет вести В Нью-Йорке В меру своих Скромных сил Я буду вести В Москве В меру своих Может быть более Как сказать В меру своих сил Которые у меня просто и побольше Потому что у меня есть целый ресторан Я понял Слушай-ка Ну так ты расскажи В итоге Твоя борьба За поедание органов Здесь в Москве Выливается В какие-то посиделки Она выливается В вечеринки Человек на 25 На третьем этаже Это подкомиды Мы готовим Там Я готовлю Еду И составляющие Из органов Стараюсь даже десерт делать Какие-то В общем-то С животным содержанием То есть это абсолютно Не воровская еда В смысле Что для людей Которые едят все Людей Которые не боятся плоти Людей Которые В общем-то Не задумываются В которых нет Диетических ограничений Разного рода Как по здоровью Так и по идеологическим Соображениям Потому что там Конечно Может быть Абсолютно все Там может быть Неожиданная вещь Я стараюсь Не ограничивать себя И другое дело Что есть какие-то Просто Какие-то штуки Которые пока Не очень доступны Тяжеловато найти В целом Это безумно интересно Я думаю Что следующая У нас вечеринка Будет Может быть Не совсем Заточена на органы И в следующей вечеринке Я буду просто Готовить целую свинью Прямо Прилюдно Разрежу на части И прямо готовлю Давай-давай-давай Ты сейчас ужасные вещи Рассказываешь Свинья Это отлично Нет Это понятно Это все понятно Так Слушай Давай Мы короче Доехали до вагончика Да Вот это еще одна история В твоем креативном Видимо Творческом Мозгу Рождается Какая-то затея Ну видимо Твоя наверное Ну это коллективная затея На самом деле Нас же четверо Даже я бы сказал В истории с вагончика У нас пятеро Это такой продукт Абсолютно выстраданный И мы же путешествуем У нас есть Так нам повезло Что мы там везде бываем Вот И я вижу Как люди едят С колес В разных местах И я сам ем с колес И мне это безумно нравится И я понимаю Что это Ну каким-то образом Это нужно Потому что Ну это контакт С людьми Это абсолютно Сразу Обратная связь Дай просто небольшое Что-то вагончика Объяснили Ни раз в жизни Вы не видели Это прицеп Прицеп У нас это прицеп Фирма Аирстрим Постройки С немецким оборудованием В котором Полноценная кухня Нормальная Ресторанная кухня Даже с посудомоечной машиной Что там Из кухонного оборудования Там два гриля Фритюр Можно сделать плитку В общем Можно готовить Ну не знаю Мало что нельзя готовить Включая пироги Там можно печь И мясо жарить И все что угодно Духового шкафа Там или как-нибудь томат Духового шкафа Духового шкафа Это нет Мы не пользуемся Я вообще стараюсь Не пользоваться Как-нибудь томатом Но духовкой Можно сделать же легко Из гриля Ну посудила барбекю Накрыв его крышкой И можно там печь пирог Вот То есть там можно сделать Массу блюд И они все производятся На месте Вот И мы выезжаем На какое-то мероприятие Там ходят люди Подходят к нам И мы готовим им еду На заказ У нас ничего не лежит Готово Это не фастфуд Это просто уличная еда Которая готовится мгновенно Там не дольше 10 минут Наверное Может быть быстрее Практически Мы отдаем ее быстро И мы можем Иметь Мгновенный контакт С человеком То есть пошутить Поболтать Что-то Дать ему еду Тут же немедленно Спросить Как ему нравится И не нравится То есть Объяснить Что у нас не принято Оставлять еду И так далее Я понял Ну я там радиослушатели Скажу что Действительно Тема крайне популярная В той же Америке Есть Ну целые прям Движения Этих фудтраков Да Которые вот этих Съезжаются Бывают на специальные фестивали Там десятки Сотни этих Да Вот таких вот Полевых кухонь И там они что-то готовят И люди там отслеживают Передвижение своих Любимых вагончиков По городу Да Стоят в очередях Там носятся Стоят в очередях Да Там другу пересылают Вот вагончик Сейчас здесь будет стоять В течение трех часов Давай быстро сюда Мы здесь что-то попробуем Примерно так и происходит Да Я сам гонялся За вагончиком Коги В Лос-Анджелесе Ага Причем натурально Это была гонка Потому что он переезжал С местного места А его место занимали Поддельные вагончики Коги А следом ездят Да Да Я понял Слушай мы записали Пару комментариев Экспертов По поводу Вот истории с вагончиком Давай попробуем Их послушать Что люди говорят Вот по поводу Этой затеи С вагончиком Да И первый комментарий Будет от Надежды Суховой Она ресторанный редактор Журнал Time Out Давайте послушаем Да Что Надежда По этому поводу думает Актуальный ли проект Дары природы Да Он актуальный И на мой взгляд Он актуальный некуда Потому что этот Формат качественного Стритфуда У нас вообще появился Фактически В этом году И Дары природы Пожалуй Наверное Это лучший Представитель этого жанра Если в прошлом году Кафе Обзаводились Какими-то окошками И киосками То в этом году И в этом сезоне В тренде Именно вагончики Плюс его И главное Его преимущество В том Что у ребят Которые придумали Дары природы Есть понимание Темы И Ресторанный опыт Основные продукты Они используют Фермерские Из легендарной Уже лавки Лавки А рецепты Идеи Проработки По кухне Дополнительное Оборудование Они используют Арсенал Кафе Деликатеса А Кафе Деликатеса Это один из лучших Гастропабов города И уж точно Самый веселый И душевный По желаниям Пожалуй Скажу Что известно Что когда проект Становится популярным Всегда есть искушение Снизить качество Работать на заготовках Делать заготовки Основой Хочется Чтобы Несмотря на Огромные очереди А около этого фургончика На фестивалях Open Air Этим летом Выстраивались Действительно Огромные очереди И несмотря на Зоопарку И скорость Которые ребята В фургончике Вынуждены работать Хотелось бы Чтобы качество Оставалось прежним Работающие ребята Не теряли Свои обаятельности Улыбок И харизмы А лично Отседание Хочется добавить Что Было бы здорово Если бы В рецептах Было больше Национального И Худоги И Гаспачо И Паэльи Это конечно Здорово Круто Но Мне кажется Что у Ивана Шишкина Такой потенциал И возможности Что он мог бы Придумывать Стритфуд С русским акцентом Будет 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 русский акцент Нормально Пока что мы говорим По-английски Будем Это конечно Бальзам Приятно Страшно слышать Будет Будет акцент Надо дайте срок Просто нужно Нам нужно самим Просто понять Мы сами играем В эту историю Пытаемся То есть Надо щупать Грубо говоря Что интересно Что есть Что нет Что люди могут Съесть Что люди могут понять Что мы можем исполнить На самом деле Мы же новички Абсолютно в этой теме Когда бы его привезли Он первый раз Появился Мы первый раз Его запускали Числа 10 июня 12 июня Была ветеринка На трубной Было весело И еще мы готовили Всякую разную Смешную еду И Потом начали кататься По мероприятиям Мы пока не работаем На улице Нигде Слушай-ка Ну Я вот честно говоря Ладно Давай Сейчас В распространении Так много осталось Спросить Насколько сложно Было его сюда Привезти Притащить Купить Найти Все эти истории Мы год Думали Что взять В качестве Платформы Сначала Мы пытались Сделать Сами У нас была Идея Купить автобус И оборудовать Его там Как надо Убедили Что на тот момент В России Никто это сделать Нам не сможет То есть это Ну грубо говоря Уровня понимания Просто всей Проблемы У поставщика У конструкторов Продавцов Оборудования Не было Потом начали Искать Про какие-то Искать Какие-то Может быть Готовые решения За рубежом После чего Мы поняли Что надо Безумно Красивый Мы вот Остановились На нем А дальше Дальше Его 9 месяцев Строили А потом Мы его Месяца 2 Пытались сюда Привезти А он под заказ Делается То есть Не стандарт 12-15 Что в год Делается таких Да Откуда вы его Везли В Германию То есть Он из Америки Приехал В Германию Там он голый Приехал Полностью Оборудовали Там Оборудование Необходимо Полностью Построили Заново По сути дела И мы Везли сюда И там То что Как любой Нестандартный Объект Он всегда Встречает Непонимание Ступор Со стороны Чиновника Любого Рода И Все это Превращается В какие-то Препоны Задержки Поиск Каких-то Гибких Ходов Я понял Хорошо Давай Прервемся на новости И потом Продолжим С тобой Новость Да В роли Ресторатора Все еще мы Левицкий Дмитрий Иван Шишкин Мой сегодняшний Гость Добрались До вагонечка Дары Природы Давайте Послушаем Второй Комментарий А потом Продолжим Разговаривать С Иваном Георгий Карпенко Консультант Компании Курма Менеджмент Групп Бизнес Вот по мне Все время В Москве Не хватало Какой-нибудь Уличной Простой еды То есть Одно время Там появились Была такая Китайская Забегаловка Ставили Везде Тонары Китайские Там была Какая свинина С ананатами Очень вкусная Одно время Но потом Они тоже Куда-то делись И вот Уличная Самого Формата Уличной еды Ее в принципе Нет Потому что Если я иду Где-нибудь Гуляю В парке Или там В какой-нибудь Площади И поесть В принципе Не заходя Никуда Никуда Никакой Ресторан В принципе Негде И ребята По твоим Вагончикам Реально Очень придумали Хорошую Заняли Хорошую Нишу Потому что Люди Которые Во-первых Их знают Даже Которые Их не знают Само по себе Штука интересная Выглядит интересно И достаточно Вкусно Поэтому Мне кажется Прекратное Будущее Ждет Ну Я сразу Там Замахивал На несколько Вагончиков И Купил Несколько И переделал И там Пустил бы их По всей Москве Поставил бы Во всех парках Там Перевозил С места на место Но мне кажется Хорошая Будущая Рыган Не могу Сказать Чего не хватает Ну потому что Они только начали И любой Процесс Который Начинаешь Да И По ходу Пьесы Начинаешь Думать Что Может быть Взять Поменять На вот это Может быть Сделать Что-то Добавить Что-то Убрать Это нормальный Процесс Должно пройти Какое-то Время С этим Нужно Пожить Для того Чтобы Понимать Что Вот это То Что Нужно Все Это Правильное Деся Которое Я выбрал Ну вот Наши эксперты По большому счету Единодушны Как будто Им проплатил За эти комментарии Хотя Сейчас Иван Их не слышал Мы Их слышали А Иван Не слышал Волновался Что скажут Вдруг думаю Заругают А ругают Вообще Бывает Что ругают Ругают Конечно Страшно ругают Говорят За ценники Заругают Вы обалдели Хот-дог Двести рублей Я понимаю На самом деле Действительно Обалдели Это довольно Волнительно Надо просто Понимать Что Там Грубо где Мы живем И что Что это за сосиска Это же не Какой-нибудь Мясокомбинат Это Фантастический Совершенно продукт Фантастический Органическая Свинина Свободного Выгула Которые Которые Фермер Бородовский В своей Невероятной Ферме Выращивает И делает Эти сосиски Такого качества Что можно Просто Умереть И то есть Что там Лавка нам Их продает Еще Там По какой-то Очень сходной цене Потому что Грубо говоря Они Мы вообще В принципе Этот проект Думали Что это Должен быть Вообще Фермерский Проект Нам сейчас Пока Достаточно Тяжело Держаться Ровно Только В рамках Фермерских Продуктов Но я думаю Что дело Не знаю Все равно Мы к этому Придем Если сотрудничать Со славкой Это фундаментальный Такой Краугольный Камень Нашей Деятельности Это Как бы Именно Как Основа Идеологическая Должны быть Продукты Честные Понятные Русские Продукты Из этого Выйдет Русская Кухня Что Нас Просили Со Временем Мы Найдем Правильное Аккуратное Направление Для этого А что Касается Цены Мы живем В определенном Поле затрат И мы Из него Выскочить Не можем Я могу Сказать Действительно Отчасти Мой вопрос Который Перед перерывом Не задал Я вижу Много шумихи Вокруг вагончика Я вижу Много Информационных Всяких Сообщений В разного Рода В сети В прессе Не могу Понять Чего Больше Здесь Интереса К Непосредственно Появлению Именно Вагончика Либо К тому Что Ребята Которые Известны Своими Интересными Проектами Замутили Что-то Еще Интересное И Чтобы Они Не Замутили Все равно Это Была бы Куча Информационных Поводов Если бы Вагончик Открыл Не Ваня Шишкин И не Вся Ваша Команда Открыл Совершенно Чужой Человек Неизвестный Никому Как Думаешь Я думаю Что На месяц Дольше Может быть Работать Чтобы Привлечь Внимание Потому что Вагончик Если У него Было Все Так же Как У нас Но Это Было Не Мы Думаю Что Он Был Так же Своего Внимания Привлек Потому что Он Безумно Красивый Во-вторых Там Там Весело Там Достаточно Вкусно И Почему Нет Другое Дело Что Надо Понимать Что Такой Вагончик Пока Один Есть Еще Я Знаю Какие-то Локальные Такие Уличные Проекты Они Они Уже Появляются В Москве Но Я считаю Что Наш Самый Красивый Как Свой Ребенок Самый Талантливый Твой Вагончик Самый Красивый Да Конечно Мой Вагончик Помимо всего прочего На самом деле Настолько Маленький Рынок Мизерный Микроскопический Количество Игроков Измеряется Пальцами Одной Руки Сейчас Поговорим Точкой Отсчета Толком Нет Не с кем Равняться Не с кем Конкурировать Вообще Не о чем Сговаривать Сейчас Поэтому Мы Таки Стоим Почти В чистом Поле Поэтому Грубо Не с чем сравнивать Цены Не с кем Равнивать Поэтому Мы находимся В таком Взвешенном Все таки Вагончиков Не существует Но Существует Пицца Существует Шаурмаш Существуют Сосиски В тесте И сравнивать Есть Чем Понятно Что Никто Не ждет От вагончик Таких же цен Но Их не будет Потому что Мы Скажем так Мы намерены Не будем работать С тем продуктом Который нам Позволит Делать такую цену Вот Не кажется ли Что ты там Что называется Overqualified Что ты слишком Для нашего рынка Что у нас Нет никаких вагончиков Подождите пока Делать органическую еду В вагончике У нас еще нет никакой Да да Мы сейчас Одно понимаем Вот Проработали все лето На событиях На массовых И поняли Главную вещь Что Здесь нельзя Размениваться На На какие-то там На третий сорт Ни в коем случае То есть мы Фильтруем Третий сорт Это все-таки сорт Да без сомнения Но свежесть бывает Только первая Она же последняя Так вот Мы сейчас Ищем И формируем Свою Свою публику Квалифицированную публику Для людей Там Стренированную сосочками Да Которые понимают Словно говоря Сосочки имеются ввиду Вкусовые Вкусовые Конечно Чтобы люди тоже понимали Так вот Люди которые В состоянии оценить И понять Что мы делаем И ради чего мы делаем И такие люди есть Судя по тому Что мы в общем Какие-то что-то зарабатываем Ты знаешь Ну вот здесь начинают Приходить вопросы И давайте я еще раз Объявлю да Куда можно звонить Писать Телефон наш Код 4956510996 Сайт Финам.фм Форум нашей программы Рестораторы Пожалуйста Там можете писать Смс на номер 5533 Я потом пробил Потом пожалуйста Все что вы хотите Пишите А наши продюсеры Решат ставить ли это в эфир Вот как раз Лена задает вопрос По поводу Экономики Всего этого процесса Цитирую да Дело популярности в том Что наша публика Буквально сголодалась По интересной еде Доступная еда И вкусная А сколько вообще стоит Открыть такой проект И как быстро он должен Отбиться Ну видимо Человек из бизнеса Среды Который На все смотрит А у меня вопрос Действительно Я соглашусь Интересно Это больше развлечение Это больше хобби Либо это все таки Бизнес проект Который Который имеет экономику Мы перевели Этот вопрос Несколько там Игровую плоскость У нас вагончик Уже есть То есть мы Сейчас не ставим С задачей его Окупить В один сезон Или в два сезона Нам нужно Формировать рынок Нам нужно Формировать аудиторию Один вагончик Это не бизнес Совершенно понятно Георгий тоже говорил Что 2-3-5 Мы всерьез думаем О том Что их там будет Несколько Но них будет немного Потому что наши Просто возможности Чисто управленческие Они ограничены Ну грубо говоря Нам так Пока мы понимаем себя В компактном Каком-то Объеме Так вот С точки зрения Эксплуатации Да без сомнений Даже вот выезжает Только на массовые мероприятия Только не стоя Каждый день На каком-то посту На улице Он себя оправдывает И там что-то остается Без сомнений То есть это Это нормальный Выгодный Продукт Другое дело Что Сколько времени Он будет оккупаться Я боюсь сейчас сказать Вряд ли он будет оккупаться быстро Я думаю Что это проект Может быть не столько Для удовольствия Сколько для Миссии Миссии Как бы это ни было Я всегда стараюсь Избегать пафоса Но тем не менее Здесь Мы получаем Массу удовольствия Заодно мы Пытаемся Понять И показать Что можно Ну плюс Конечно Не стоит Бывать Что все-таки Это Ну Информационный повод Это все равно Пиар вашей команды Пиар ваших проектов К вопросу о вложениях То есть Помимо Того что должен быть Сам вагончик Еще должен быть Все-таки Какой-то Бэкграунд Нужно место Где должны Храниться продукты Там Печься хлеб Потому что Мы делаем Все свое И Слава богу У нас есть там Производственные мощности Очень ограничены Тем не менее Если у нас появится Второй вагончик Или там Третий То нам придется Делать отдельную Фабрику Для него Совершенно однозначно То есть Это не был Бизнес Изначально Не задумывалось Много вагончиков Изначально Мы думали Что надо попробовать Один Сейчас мы понимаем Что их может быть Три Слушай Ну а вот Сколько стоит Вагончик Вообще Сам Ну я не говорю Про твой Если не хочешь Нет Это проблема Можно посмотреть В интернетах То есть Наш вагончик Конкретно Стоит Порядка 60 тысяч евро 60 тысяч евро Ну плюс Его там Пока привезешь Он становится Дороже Как обычно Немножко дороже Становится Это Это Не вверх Весь какие деньги То есть Несмертельные То есть Это несравнимо Со стоимостью Открытия ресторана Конечно Но это тем и менее Довольно заметный Проект Но при этом Мне кажется Что это такая сумма Которая Условно говоря Она сравнима Со стоимостью машины В общем-то Не самый дорогой Понимаете То есть В принципе Человек может Выбрать себе Грубля Мерседес Или вагончик Вагончик сам не едет Его можно возить Гольфом Гольфом Да Ага Ага То есть Вместо того Отлично Слушай-ка Ну хорошо Давай тогда Мы с тобой Все-таки вернемся В плоскость В того Почему у нас Такого в принципе Нет Да Вот ты говоришь Действительно Терпимая Действительно Экономически терпимая История И может кто-то Сейчас слушая тебя Думает Они прикупили мне Вагончик Слушай Отличная затея Дай бог Дай бог Дело в том Что там 20 лет У нас вообще Ничего не было А сейчас У нас нет Только вагончиков Ну если Перечислять Я думаю Найдем Что еще Понятно Наш просто рынок Развивается Это нормально Мы все путешествуем Мы смотрим Что происходит За границей Мы смотрим Как это бывает Кайфово Интересно Это нормальное явление Мы перенимаем И стараемся Сначала перенять А потом переблюнуть Это абсолютно Как бы Схема нашей страны Развития нашей страны Последние Пару десятилетий Ты знаешь Я соглашусь Но извини Мы переняли Уже достаточно много У нас Вся страна ест суши Вся страна ест Макдональд Вся страна ест Все что угодно А не самые дорогие проекты С вагончиками Как-то к нам Никто так и не приехал Я считаю Что это проблема Общеэкономическая Насколько я могу судить Я не эксперт В экономике Но тем не менее Понятно Что вагончик Это Такой формат Инициативы малого бизнеса И который В общем говоря У нас довольно мало развит В силу Понятых причин То есть Припон Масса То есть Аренда чудовищная И Развивать малые проекты Довольно тяжело То есть кредиты дорогие Вот и все Поэтому у нас Частные инициативы У нас достаточно Очень Ну это Клапсировало И все И Как только Как только этот климат Будет улучшаться Даже может быть Не то что климат Будет улучшаться А после люди поймут Что это тем не менее Несмотря на все Стритфуд Стритфуд Стационарный Он уже приличный У нас есть Саппы Кроки картошки У нас есть Стартдоксы У нас есть У нас есть уже Ну более-менее Приличные истории Я не знаю Кто там говорит Палатку Я думаю Что это Сопоставимые деньги Ну там Грубо говоря Люди Риентируются На совершенно Конкретный срез Имущественный Социальный Совершенно очевидно Мы чуть-чуть Стараемся найти Другую публику Потому что мы хотим Чтобы туда ходили Те же люди Которые ходят В наши ресторанчики То есть Ну другие Это не то что Они там лучше и хуже Просто наша аудитория Которую мы понимаем Как с ней работать Возможно Они будут ходить В эти вагончики И у них будет Я совершенно уверен Что там Есть пространство Для пары десятков вагончиков В нашей Только ну там В центре города Было бы только Куда поставить Хорошо Давай мы сейчас Уйдем на еще один Новостной блок И будут у меня Еще вопросы К тебе По этому поводу Давай Да-да-да-да Мы здесь Мы здесь Да Сори Заболтали с Иваном В перерыве Давай Слушай По поводу Почему вагончиков Не много Да На мой взгляд Совершенно В этом вопросе Не просвещенный Я никогда сам Не продумывал Эту тему Мне кажется У нас все Не очень просто С регулированием Этого вопроса Ну как и все С госрегулированием Как и все С госрегулированием У нас непросто Так и с вагончиками Точно так же У нас непросто И отсутствует Насколько я понимаю Единый Какой-то внятный механизм То есть Словно Нет того одного окна Куда я могу прийти Кинуть все бумаги И потом через некоторое время Получить оттуда Какую-то бляху Ага Ну вот скажи мне Вот ты Решил сегодня с утра Не поехать ли мне Не поторговать Там не знаю На Воробьевых горах Ну арестуют тут же Конечно То есть Да Нет Ну то что По нашим правилам Я на каждое место Где я хочу торговать Я должен получать Специальное отдельное разрешение То есть разрешение У нас трое дается на место Да на место А не на вагончик На вагончик На место Соответственно Сколько мест Столько разрешений Причем Я так понимаю Что еще На каждое место Я еще должен буду Выиграть конкурс То есть Сейчас определяется Некая специальная локация Регулирование Дорожной еды Очень серьезная Выиграть конкурсы И поэтому я Вообще Конечно же У меня шансов никаких нет Потому что конечно Выиграют конкурсы Сети у которых Есть оборотные средства На расширение Там отдельные специальные Вот Есть там отдельное регулирование По поводу там Лоточной торговли Которая в общем Так конечно Не попадает под такой формат Вот А ты можешь влечь В лоточную торговлю Своим форматом Ну судя по всему Да Да Ну знаете То есть Мы должны Это еще Дополнительно Исследовать То есть Мы сделали Дорогие у нас есть Хорошая в общем-то Динамика Но Стопроцентной ясности Всех Всей Да Процедур регализации У нас пока нет Видимо Еще опять же Потому что Мы не профессионалы В области легализации Вот Пока что Мы можем Беспрепятственно Работать на массовых мероприятиях В режиме Ярмочной торговли Это абсолютно То есть Нормально Хорошо И У нас есть необходимость У нас есть кассовый аппарат Есть юридическое лицо То есть Это легально Все Мы абсолютно легально 100% В правовом поле Находимся Работаем Сейчас Но если мы Станем на улицу Для того Чтобы стать на улицу Какое-то Одно или три места Нам нужно будет Преодолеть Какой-то Бумагооборот Довольно большой С властями Но ты ставишь перед собой Такую задачу Мы ставим Добиться истории Когда вагончик Будет нормальный Разъездной По городу Как программа Максимум Да Без сомнения Ага Веришь вообще В эту тему С трудом В целом Скептически Настроим Всегда Слушай А как же ты Вот ты взял Притащил вагончик А даже заранее Не узнал Что это будет Геморрой Я знал Что будет геморрой Совершенно сознательно Мы знали Что это будет сложно И мы в этом И знали Что в Москве Происходит достаточное Количество всевозможных Интересных событий Мы бы уже были И на событиях Афиши На пикнике На еде Мы были на Каких-то там Ярмарках Барахла Какого-то Мы были на Чемпионате России По Кросс-кантри Например На прошлые выходные Мы поедем На фестиваль Сизнос Еще на какие-то Праздники Урожая И так далее События Происходит масса Эти события Ждут Наш вагончик И мы В принципе Практически Каждые выходные Мы заняты Это в общем Неплохая загрузка Ну так и боксин Да Я думаю Что Пока Мы поэтому Не прыгаем Нормально Мы выищем Механизм Нам не нужно Абы как То есть не нужно Любой ценой Нам нужно самое лучшее И самый Так скажем Честный Легальный Стабильный Механизм Мы его найдем Мы его проработаем И все будет в порядке Ну мне кажется Вот эта действительно Неопределенность Она серьезно Мешает развитию Сомнения Сомнения Это трудно Потому что Это очень Неопределенное поле Пока Неопределенное Просто потому что Таких примеров Не было Это толком То есть опять же Мобильный Мобильный Именно всерьез Мобильный торговый Пока Видимо Не ставилась задача В какой-то момент Я уверен Будет разработана Такая база Нормативная И она Заживет Ну окей Пусть мы будем Первыми Или вторыми Ну такие Как вы Должны Это лоббировать Как-то Я думаю Конечно Существует Федерация Ательеров Рестораторов Которые Занимаются Лоббированием Мы Состоим В этой Федерации И с удовольствием Ее поддерживаем И воспользуемся Трудными Да Ну Конечно Наверное С одним вагончиком Тяжело Такие вещи делать Но кто-то должен быть Первый Тут ничего не поделаешь С кого-то Должен Начинаться И кто-то должен быть Действительно Ну главное Чтобы весело Было на самом деле Это правда Хороший девиз Ильдар Спрашивает Тебя Вот В продолжении Темы Иван А вот проблема С подобным овсепидом По всей Москве Борются Все эти палатки Рассадник Антисанитарии Обычно Как вы здесь С этим боретесь И испытываете ли вы Проблемы с властями На предмет Санитарных проверок Кстати говоря С властями На самом деле Особенно в проблеме Не испытывают Потому что у нас Всегда очень чисто Очень кайфово Мы стараемся Максимально поддерживать Гигиену И технологию И так далее Мы гораздо больше Сложности С гражданами С гражданами Которые страшно Которых страшно Раздражает Любая Любая форма Уличной торговли И вообще Какой-либо Активности На улице Тем более Если не дай бог Это под их окном Или рядом И в переулке И так далее Граждане Кстати говоря Многие граждане Такие избедительные Они страшно Раздражены Они прям Готовы закидать Нас Не знаю чем Серьезно Граждане Очень недовольны То есть Есть граждане Которые стоят У нас в очереди А есть граждане Которые Так норовят Шилом колесо Проколоть Да Вот это Более существенная У него проблема Государство Так или иначе Государство Такие борются Государство Может быть Там что-то Строит Этот рынок Так как Он считает Нужным И Окей Но там Есть хоть Какой-то На этом Грубо Там Здраво Какие-то Соображения Да Все-таки Делается Какие-то Соображения Так иначе Не просто Так Раз взял Упал с неба И вдруг Незапно Начал Поборол Все Есть любые Соображения Их можно Осмыслить Понять И как-то Разговаривать Пытаться Найти Общий Знаменатель А с гражданами Их Найти Невозможно Гражданам Просто Не нравится Их просто Раздражает То что Грубля Они там Пешком Ходят А мы На нашем Прицепе Ну Наверное Ты знаешь Это Причем Проблема Достаточно Выраженная Ну Ты думаешь Это просто Простая Зависть Нет Это просто Раздражение Просто Че Они как Эти Че Они как Эти Ну Ты знаешь Все-таки Действительно Встроить Вот такую Торговлю В городскую Среду Она Даже на среда Привыкнуть Итерация А во-вторых Возвращаясь к вопросам Сосисок За 200 рублей То есть Я тебе честно скажу Зная тебя Например Зная вашу команду Я понимаю Что это за сосиска Мне надо твоего Объяснения Чтобы я понимал Почему она В вагончике Ивана Шишкина Стоит 200 рублей Что Иван Шишкин Не барыга Который На модной теме Навертывает на обычную Хлопчатобумажную сосиску Столько процентов Но ведь не все тебя знают Не все знают Кто это Поставят какие-то ребята Во дворе у меня палатку Да Ну понятно Как я отреагирую Первая реакция Очень хорошо понимаю Что какие-нибудь приезжие Да очень хорошо понимаю Местные столь отдаленные Это негодяи Наживаются на простом народе Скорее всего 200 рублей сосиска Ну что Конечно Сволочек Гады Так еще тут Нагадили во дворе Набразали бумажек И все такое Простой ответ Мы Стараемся всегда Содержать вокруг себя Площадку В абсолютно чистоте Абсолютно То есть у нас Специальный сотрудник Ходит и Чистит Ну понятно Но все равно Как ни крути Будет грязнее Чем до тебя В общем это вопрос Вопрос Воспитание Аудитория То есть В какой-то момент Просто люди осмыслят В какой-то момент Да Некоторые люди Все равно останутся Недовольными Это нормально Вот например С той же лавкой Которая торгует Фантастическим Подчас товаром За довольно дорогие деньги У них есть огромное количество Лояльных покупателей Но есть абсолютно Ненавистники Только сейчас Как же так вы смеете Да Это нормально Ну грубо говоря Ты не можешь Не хочешь Ты не покупаешь Окей А мы будем терпеть То что ты их Что ты не покупаешь Почему бы нет Ну Собственно говоря Мы это не для тех работаем Кто не покупает Для тех кто покупает Ну вот это кстати Вот это же вторую Нашу программу Вот это такая Дроздова была Да Неделю назад И тоже так вот прям Свою ленью гнет Это правильно На самом деле правильно Ну иначе нам не выжить На самом деле Ну под всех не угодишь Да Под всех не подстроишься И все Хотя я вот честно говоря Сразу считаю Что ваша Вот такая привязанность Все таки К Фермерским продуктам И так далее Мне кажется Рановато Мне кажется Это мое мнение Кажется Субъективное Что было бы Правильно Приучить людей В принципе К тому Что на улице Может быть чисто Может быть качественно Может быть хорошо Следующим этапом Может быть органическая еда На улице Обратите внимание Просто допустим Мы год назад Начали всерьез этим заниматься Прошлой зимой И весной Появился вот этот Такой Затрепетал Такой тренд Фермерской еды Появились какие-то рестораны Какие-то магазины фермерские Но этот тренд Мне уже почем Так вот И так мелко рябь Разошелся Потому что уже перестали Об этом кричать Там все перестали Выпечивать Грудь Кричать Мы там Фермерские И прочее Это На самом деле Это безумно трудно Работать с фермерским товаром Безумно трудно продавать Безумно трудно Поставлять Покупать Это жуткий Качество поддерживает Очень тяжело Другое дело Что если ты Поставил себе задачу То ты можешь на этом Жить У нас Деградационный ресторан Недорогой Мы продаем Фермерские продукты Готовим из фермерских продуктов И это Изначает Что мы можем Справляться с этим Значит Это смогут и другие Значит Со временем Это станет Грубо говоря Понятно Станет востребовано Именно такое Я не вижу Почему Не начать Это чуть-чуть Зараньше Чуть-чуть заранее Я уже понимаю Что я миллионером Грубо говоря Не стану У меня нет С этим проблем Хорошо Дима спрашивает А готовы ли вы Прийти в спальные районы Или только Хипстерский центр Готов вас принять Со временем Просто Мы же одни У нас Пока оденем вагончик И пока Мы там Условно говоря Наши возможности Пока работать Раз Два раза В неделю Ну а вот реально Можете Ну хорошо Вот у тебя Случайно выходные А здесь В парке В Кузьминке Отличный Если в парке В Кузьминке Да Я поеду А мы ездили В Белую дачу Например Да Там довольно было весело Я понял тебя Хорошо Вань Еще еще хожу Трудно так сказать На самом деле Так что На постоянной основе Ну вот так Какую кухню предпочитаешь Не знаю Какие Я Абсолютно Амнивор Я очень много Еще Я очень люблю Например Пудинг В Псадам Кейк Я не могу Мем Банановый Который Совершенно Ум Помрачитель Да Согласен С тобой Есть такое Я не очень много Хожу по ресторану На самом деле Если честно Ну наверное Могу понять При твоем графике При твоем режиме При том что ты постоянно В еде Это как вот Часто рестораторы говорят Что когда ты В свободное время Единственное Что ты не хочешь Идти в ресторан Потому что Ты всю жизнь Лучше бы так погулять Сам находишься в ресторане И так далее Хорошо Вань Ну спасибо большое Что пришел Действительно Мне кажется Очень интересный Получился разговор Я сам страшно рад Да Кому-то нравится Ваши проекты Кому-то не очень нравится Но Мы всегда Любим самобытных людей Которые что-то творят Которые что-то выдумывают Которые действительно Ну двигают Отрасль вперед Там В свою сторону В всяком случае Это большая ответственность Ну и слава богу Спасибо Удачи тебе Спасибо дорогие Расслушатели Что были с нами сегодня Через неделю Услышимся снова Была программа Рестораторы Левицкий Дмитрий Ну а На фейсбуке В моих друзьях В друзьях Ивана Вы найдете кучу ссылок На сегодняшний эфир А сегодня с утра Нам еще Иван Готовил обалденный завтрак Дорогая Я перезвоню И там есть фоточки Как Ваня сегодня Он нас на кухне Готовил отлично Завтрак Самому понравилось Было круто Спасибо тебе за все До новых встреч Счастливо Всем пока